всем привет друзья меня зовут максим и с вами снова канал про дело сегодня у нас будет обзор шаблона которого многие ждали судя по комментариям в группе вконтакте это шаблон shop store 2 данный шаблон совместим с версиями 2.1 и 2.3 чистой версии opencart и сборки окстор описание данного шаблона вы сможете самостоятельно прочитать в описании по ссылке стоит отметить что данный шаблон помимо прочего включает себя довольно много полезных модулей на общую сумму со слов автора в 15 тысяч рублей полный перечень модулей входящих в шаблон вы можете прочитать его описание в шаблоне также есть своя система кэширования что очень радует это избавит вас от дополнительных трат на модули кэширования и ускорит работу вашего магазина также присутствует по умолчанию микроразметка хлебных крошек и разметка карточки товара это придаст вам очков при seo-продвижении вашего магазина условия лицензии данного шаблона одна копия на один домен количество лицензий для тестовых под доменов не ограничено также по шаблону присутствует довольно подробная документация что не может нас не радовать ну а мы сейчас как обычно перейдем с вами в демо настройки шаблона и посмотрим на его функционал после установки данного шаблона он появится у нас в левой панели в меню сразу под панели управления и будет называться настройки shop store сокращенно можно зайти через это меню либо как обычно через дополнение дополнение шаблоны находим шаблон shop store и нажимаем кнопку редактировать итак первая вкладка на которую мы попадаем когда заходим настройки шаблона shop store 2 называется у нас включить шаблон и настроить цвета давайте посмотрим какие настройки здесь у нас присутствуют первая опция которая у нас здесь есть это статус до включения либо отключения шаблона нашего shop store далее у нас есть настройка которая позволяет нам включить либо отключить микро разметку в карточке товара следующая опция позволяет нам выводить логотипы списке производителей давайте покажу вам как это выглядит вот таким вот образом выглядит страница производителей у этого шаблона на мой взгляд вот оригинальный размер шрифтов до шаблона он довольно мелкий вот если бы можно было бы где-то увеличить размер шрифтов было бы круто потому что ну можно конечно вот так вот поменять все масштабирование до в браузере шаблоны шаблоны и увеличить все размеры но далеко не каждый покупатель да будет этим заниматься и вообще в принципе знает что так можно вот но это так лирическое отступление давайте с вами дальше посмотрим какие настройки у нас есть значит следующая опция это пользовательское соглашение формах шаблона ну все думаю уже в курсе о законе конфиденциальности да что нужно каждый раз запрашивать у покупателя подтверждение да чтобы он предоставил свою информацию конфиденциальные и вот здесь вот мы собственно можем выбрать пользовательское соглашение до которое будет присутствовать в формах шаблона да где у нас покупатель будет соглашаться да там галочку совсем ставить вот но как пример могу вам показать вот при заказе обратного звонка форме да есть у нас галочка я прочитал гарантии нашего магазина и согласен с условиями вот как раз об этом и идет речь в данных настройках ну а далее у нас уже идут настройки непосредственно цветов до самого шаблона можем задать фон сайта цвет кнопок цвет кнопок 2 это имеется ввиду видимо у нас вот корзина товаров да оранжевая выведена цвет текста и кнопок это у нас судя по всему в хеддере до настроен цвет такой серый можем задать фон сайта выбрать любое изображение также можем задать различные иконки для телефона в шапке для времени работы и для корзины то есть вот эти иконки которые у нас опять же в хеддере выводятся ну для того чтобы задать иконки вот здесь мне показалось с одной стороны не очень удобным с другой стороны может быть лучше как это сделано в шаблоне венешоп а венешопе вы просто да нажимаете у вас всплывает папа пак но где вы можете сразу выбрать иконку да нужную вам и она вас сразу тут применится но в этом окне не очень удобно искать глазами то что нужно да здесь немножко другая система реализована то есть вы нажимаете кнопку выбрать вас кидает на сайт с иконками да популярный фонт и вейсом айконс которые называются и здесь вы можете по каким-либо ключевым словам найти нужные вам иконки да то есть но единственное слово тут конечно нужно английском писать а то есть если вам нужно там не знаю вот что у нас тут ну хотим мы трубку для телефона сменить да пишем по-английски здесь фон да и он нам предлагает какие есть варианты иконок после этого нам нужно вот этот вот код но название скопировать да то есть у нас здесь выбрана просто фон вот это вот используется иконка соответственно сюда вставляем да и потом сохраняем настройки вот но здесь уже мне кажется на любителя наверное все таки решение вот с поиском на сайте фонт и вейсом она быстрее будет настройки может быть не всем она покажется удобным да и простым но то что она быстрее в настройке это точно идем с вами ниже есть у нас настройки цвета ссылок фона и цвета ссылок при наведении для первой полосы это уже это я так понимаю в хедре да да вот это вот часть то есть верхняя ниже у нас есть настройки для второй полосы а вот здесь вот у нас цвет фона в корзине оранжевый то есть здесь выше это у нас цвет кнопок настраивался оранжевый это видимо кнопка имеется ввиду купить Сейчас мы с вами посмотрим. Скорее всего, цвет вот этих кнопок для быстрого заказа, «Купить». Вот как раз здесь он и настраивается. Здесь вторая полоса я вам показал. У нас настраивается цвет шрифта телефона, времени работы, цвета фона в корзине и цвет текста в корзине. То есть это все, что относится у нас к хедеру. Также можно настроить цвета и фон в меню. Цвет ссылок, ссылок при наведении, фон меню, выпадающего меню. Это касаемо этого верхнего меню. То есть можно здесь настроить нужные нам цвета. Далее у нас идут настройки, которые относятся уже к подвалу. Это первая полоса в подвале. Я так полагаю, имеется в виду вот эта вот часть. То есть, где у нас идет описание в нашем магазине, контакты и карта. Также можно ее включить, либо выключить. То есть отображать первую полосу, либо можно ее отключить. Можно включить подписку в подвале сайта. Подписка, где у нас отображается. А, ну вот, будьте в курсе наших акций, подпишитесь на рассылку. Ну, довольно интересное окошко. То есть можно сразу подписаться на новости магазина. Очень удобно. Можно задать здесь у нас в первой полосе цвет фона, ссылок, заголовка и текста. Также у нас есть еще вторая полоса. И третья полоса в подвале, где мы также можем настроить активацию этих полос. Включить или выключить. И можем задать цвет фона, заголовков, текста и ссылок. Да, то есть имеется в виду вот эти вот полоски, да, с информацией, блок информации. И сама нижняя полоска, где у нас отображаются способы оплаты. И проставлен копирайт магазина. Также у нас есть здесь настройки левой и правой колонки. Я так полагаю, имеется в виду левая и правая колонка. Это, скорее всего, уже при переходе в категория. Вот здесь вот не очень очевидно, что за левая и правая колонка, честно говоря, используются. Это нужно экспериментировать с настройками и смотреть, что у нас будет меняться. Вот. Далее у нас идут настройки бокового меню. Боковое меню это у нас, я так полагаю, которое в категории находится. Давайте с вами посмотрим его. Вот у нас идет фильтр товаров. И в самом низу у нас, по-моему, есть еще, вот оно, боковое меню выводится, да, с категориями женщинам. То есть, судя по всему, вот эти вот настройки относятся вот к этому меню. Здесь тоже можно настроить у нас фон. Фон раскрытого меню, цвет ссылок, при наведении, ну и так далее. Сами уже посмотрите эти настройки. Тут, в принципе, все стандартно. Также можно настроить цвет старой цены и новой цены в предварительном просмотре товара. Предварительный просмотр товара. Это мы сейчас с вами посмотрим, как это дело выглядит. Вот быстрый просмотр. Открываем. И, собственно, вот здесь вот мы можем настроить цвет старой цены и цвет новой цены. Но здесь у нас цена только одна, то есть не акционная, да, поэтому здесь мы не можем посмотреть старую новую цену. Ну, вот, например, у нас акционная цена, старая и новая. Ну, здесь почему-то у нас в сером цвете отображается. Может быть, я что-то не так понимаю, конечно, но предварительный просмотр товара, по идее, это вот это вот. Он же называется быстрый просмотр обычно. Ну, если автор шаблона посмотрит этот обзор, пусть на меня не обижается, да, и напишет в комментариях все-таки, в чем я ошибся там или был неправ. Последняя у нас настройка – это просмотр товара. Также мы можем настроить цвет цены и цвет текста на кнопке «Купить». Просмотр товара, я так понимаю, это у нас уже относится к карточке товара непосредственно. И вот здесь вот у нас, да, задан цвет цены, вот он, 3,5 тысячи рублей, да, и цвет текста на кнопке «Купить». Ну, здесь у нас кнопка в корзину, да, а не «Купить» называется, но я думаю, что это она имеется в виду белым цветом, да, все верно. Ну, а мы с вами переходим к следующей вкладке, которая называется у нас «Мобильная версия». Ну, а мы с вами, друзья, переходим к следующей вкладке, которая называется «Мобильная версия». Здесь мы можем настроить мобильную версию нашего сайта или шаблона Shop Store. Я, честно говоря, подобных настроек еще ни в одном шаблоне не встречал. Я, конечно, не все шаблоны пересмотрел, да, из тех, из популярных вариантов, ну, вот это вот первый шаблон, да, в котором я вижу настройки мобильной версии сайта. За это разработчикам, конечно, огромный плюс, то, что они, в принципе, есть. Ну, давайте посмотрим, какие у нас здесь есть настройки, что мы можем сделать. Значит, первое, что мы можем сделать, да, это задать логотип для мобильной версии сайта. Ну, вот здесь вот я использую сервис QuarkTools.com. Кто давно смотрит мои видеоуроки, уже видел этот сервис. То есть здесь мы можем протестировать наш сайт или шаблон в различных разрешениях, да, и посмотреть, как у нас будет выглядеть наш шаблон в мобильной версии сайта. Ссылку на этот сервис я оставлю в описании, кому интересно. И вот здесь вот я выбрал настройках, да, ну, самый популярный, наверное, Apple iPhone, там, шестая и седьмая версия, да, последняя. Вот, и можно посмотреть, да, как у нас выглядит iPhone в таком разрешении. Также можно выбрать другие телефоны разрешения. Можно посмотреть, как у нас будет выглядеть шаблон на Apple iPad, да, то есть у iPad разрешение, естественно, побольше, поэтому влазит сюда гораздо больше информации, да. Ну, давайте мы вернемся к мобильной версии, потому что, как правило, именно эта версия, да, вот с самым небольшим разрешением интересует многих покупателей шаблонов. Я не раз сталкивался с тем, что люди хотят как-то подкорректировать эту мобильную версию, но без вмешательства в код просто не могут этого сделать. А здесь у нас прямо в настройках шаблона есть такая возможность. Мы можем задать логотип для мобильной версии сайта, можем сменить цвет фона в верхней панели, да, вот этот вот. Можем изменить цвет иконок кнопок в верхней панели, то есть я, судя по всему, имеется в виду вот эти иконки, да, это у нас наше меню разворачивающееся, пояс, корзина и вход в личный кабинет. Можем изменить фон боковой панели, вот эта вот панелька выезжающая, да, слева. Что у нас здесь еще есть? Цвет ссылок в боковой панели, да, то есть, собственно, вот эти ссылочки, можем тоже цвет их изменить. И также у нас есть настройки для левой панели, да, можем включить либо выключить изображение разных блоков. Например, можем отключить блок информации, службу поддержки, блок дополнительный, личный кабинет, мои настройки и контактную информацию. Все, собственно, эти ссылки, они у нас присутствуют вот в левой панели, да, и с помощью данных настроек вы можете отключить их вывод. Начало положено, я думаю, что в дальнейшем, может быть, авторы увеличат количество настроек для мобильной версии сайта, так как я считаю, это довольно важный момент, на который многие просто закрывают глаза. Ну, а мы с вами пойдем далее, рассмотрим вкладку с настройками, которая называется «Соцсети». Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, здесь мы можем указать ссылки на социальные сети, да, для Фейсбука, ВКонтакте, Гугл, Одноклассники и так далее. Сами эти ссылки у нас выводятся, давайте посмотрим, где, скорее всего, они у нас выводятся где-то в футере. Вот, смотрите, вот в разделе о нашем магазине, да, это получается первый блок, да, в футере полоска первая. И здесь у нас как раз вот отображаются наши иконки с соцсетями. Ну, сами иконки, я так понимаю, здесь у нас жестко заданы, да, в настройках шаблона, то есть они уже выбраны по умолчанию, да, вот такие. Мы их изменить, судя по всему, не можем. Можем проставить только ссылки на нужные нам группы. Также здесь у нас есть возможность внизу вставить JavaScript код для любого виджета. Ну, здесь у нас вставлен виджет от Google. Я так понимаю, это вот как раз она вставлена, вот эта вот карта, да, с отображением адреса нашего магазина. Ну, а мы с вами переходим к следующей вкладке, которая называется «Контакты и дополнительная информация». Здесь мы с вами можем задать номера телефонов, да, которые у нас отображаются в шапке нашего шаблона, вот в этом месте. Также можем задать адрес, Skype, e-mail, ну, то есть всю необходимую контактную информацию здесь она у нас, собственно, и выводится. Также можем задать режим работы, время работы. И ниже у нас тут задаются копирайты, которые у нас отображаются в нижней части магазина, да, в футере, вот справа внизу, вот в этом месте. И мы, собственно, здесь можем прописать все, что нам за блоги рассудится, да. Копирайты у нас поддерживают HTML код. То есть здесь мы можем прописывать там ссылки, да, проставлять там, допустим, жирный там или свой шрифт какой-то задать. Но для этого нужны некоторые знания, да, HTML, поэтому имейте это в виду. Здесь мы можем ниже задать текст гарантии в карточке товара. Значит, что у нас здесь за текст? Скидки постоянным клиентам, гарантия качества, бесплатная доставка. Давайте посмотрим, как у нас это выглядит. Так, сейчас я найду. Вот, собственно, вот этот блок у нас, скидки постоянным клиентам, гарантия качества и так далее, да. То есть здесь мы можем вставить... Ну, здесь фактически у нас, опять же, голый код используется, да. То есть для того, чтобы вот это вот дело обычному клиенту, не разбирающемуся в коде, сделать, ну, придется попотеть, мягко говоря, либо нанимать, опять же, программиста, да, который ему вставит необходимые сюда иконки. В шаблоне Unishop сделано гораздо проще. То есть можно просто загрузить нужную тебе иконку, картинку, да, и задать нужный текст. Насколько я помню, тоже можно. Здесь, конечно, в этом плане, ну, на мой взгляд, сделано неудобно. Вот, а ниже у нас идет описание, да, интернет-магазина. Это описание, интересно, где у нас выводится. Это, наверное, на главной странице у нас описание выводится. Сейчас давайте посмотрим. Скорее всего, где-то у нас тут блок есть с описанием магазина. Да, вот у нас в футере выводится интернет-магазин. Это сайт, который торгует товарами. Ну, и вот у нас, собственно, этот текст, да, задается. Странно, что здесь, а, ну вот у нас текст чуть ниже, да, написан. Текст на магазине в подвале сайта. Да, все окей. Можем задать описание магазина на разных языках. На русском, английском, там, украинском. Ну, в зависимости от того, сколько языков у вас добавлено в настройках магазина, да, столько у вас здесь полей и будет. Также мы можем настроить HTML-код, карты для страницы связаться с нами. Этот код у нас выводится на странице контактов. Сейчас давайте мы туда перейдем. Связаться с нами. А, у нас, по-моему, ссылочка обычно в самом низу. Связаться с нами выводится. Вот она, в службе поддержки. Вот мы перешли на эту страницу форму связаться с нами. И вот видим, что у нас выводится здесь карта, Яндекс.Карта, да, то есть вставленный код. Можем проверить, да, вот у нас API Яндекс используется. И можно также для разных языков, то есть задать вывод этой карты. И ниже у нас есть также блок для настройки контактной информации, да, которая у нас выводится на этой же странице связаться с нами. Ну, здесь вот хорошо, что добавлен визуальный редактор, да, то есть можно нормально отредактировать так, как нужно. Я бы посоветовал авторам вот этот визуальный редактор добавить, ну, и в другие поля, да, где он необходим. Ну, собственно, с этой вкладкой мы закончили контакты и дополнительные информации. Давайте перейдем к настройкам следующей вкладки, которая называется «Платежные системы». Ну, здесь у нас все очень просто, то есть здесь мы можем галочками проставить, включить отображение нужных нам иконок в самой нижней части футере нашего шаблона, да, вот здесь вот они у нас выводятся. И здесь мы просто можем включить или выключить нужные нам иконки. Ну, опять же, тут не очень удобно. Что, например, делать, если нужные иконки нам, да, платежной системы здесь нету? Ну, например, может быть такая ситуация запросто, да. То есть я бы на месте авторов вот этот вот момент тоже предусмотрел и сделал возможность ручного добавления иконок, да, и проставления вот сюда вот дальше в футер. Ну, а мы с вами идем далее. Вкладка «Размерные сетки». «Размерные сетки» — это у нас всплывающее pop-up окно, которое выводится в карточке товара, где отображаются размеры одежды, да, вот таблица размеров называется, это строка в карточке товара, и здесь есть ссылка «Посмотреть размерную сетку». И как раз у нас выводятся все размеры, да, которые заданы вот в этом разделе «Размерные сетки». То есть видим, что у нас есть тут три блока, и как раз вот у нас три этих блока выводятся по ссылке в карточке товара. Ну, здесь мы можем задать, в каких категориях у нас будут выводиться эти размерные сетки. Это интересно, да, что у нас, ну, не для всех категорий эта размерная сетка нужна, и это логично. То есть только для одежды она, в принципе, может пригодиться, да, то есть проставили галками, применили. Есть также возможность задать эти размерные сетки для других языков, да, если у вас в магазине их несколько. Ну, а мы с вами переходим к следующей вкладке, которая называется «Свой CSS-код». Здесь мы можем задать какие-либо настройки, если мы хотим изменить внешний вид шаблона, да, CSS-код. Ну, опять же, эта вкладка нужна только для программистов, для людей, которые разбираются в CSS-коде, да. Если вы в нем не разбираетесь, то советую здесь все оставить по умолчанию, ничего не менять. Следующая вкладка «Изображения и лимиты» у нас называется. Ну, это стандартная вкладка, где мы, собственно, можем задать такие настройки, как лимит товаров на витрине, количество символов, да, в витрине. Ну, и здесь ниже у нас проставляются размеры изображений. В списке категорий, большого изображения, там, всплывающего, в карточке товара и так далее. Ну, эти настройки я подробно разбирать не буду. Здесь они все подробно расписаны, названия. Поменяйте, потыркайтесь, посмотрите. Все здесь очень просто. Ну, и последняя у нас вкладка – это введение лицензионного ключа. То есть, да, после покупки шаблона вам, естественно, придет также на почту лицензионный ключ, который вам здесь нужно будет ввести, да, и сохранить настройки шаблона. Вот, собственно, это все, что касается основных настроек шаблона. Ну, и сейчас мы быстренько пробежимся по модулям шаблона, которые у нас также присутствуют. Ну что, друзья, давайте разберем, какие у нас здесь еще есть модули, да, которые входят в стоимость шаблона. Для того, чтобы посмотреть в демо-версии, да, их нам нужно перейти в раздел «Дополнение», «Дополнение» и выбрать в списке модуля. И вот модули, которые будут вначале с припиской OC Templates, они у нас как раз входят в стоимость шаблона. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, первый модуль, который у нас здесь есть, это модуль «Мега-меню». Я, ребята, не буду вам подробно останавливаться на настройках этих модулей, да, мы просто посмотрим, какие у нас здесь модули есть. Я вам покажу, как они отображаются на витрине магазина. Настройки, если вы хотите, вы уже самостоятельно, пожалуйста, посмотрите, потому что иначе видео будет там не на полчаса, а на час более. Вот, значит, есть у нас настройки «Мега-меню». «Мега-меню» у нас выводится вот в верхней части нашего шаблона. Да, то есть здесь у нас мы можем настроить вывод нужных нам категорий, да, насколько я это понимаю. Нажимаем «Редактировать». И здесь для каждой в отдельности категории, да, уже можем более детально настроить блоки, да, выводящиеся вот эти вот наши пункты. Следующий модуль, который у нас входит, да, это «Вывод новостей». Вывод новостей, виджеты. Вот здесь вот у нас есть новости последние. Давайте найдем их на главной странице. Ну, я так полагаю, что вот он, этот блок, который называется у нас на главной новости. То есть можно у нас вывести какие-либо новости на нашей странице, да, и перейти в раздел «Новостей». Выглядит это дело следующим образом. Давайте я вам покажу настройки этого блока, какие у нас здесь присутствуют. То есть есть у нас название, можем выбрать, собственно, статью, да, которая у нас будет выводиться. Ну, и здесь задать можно различные лимиты и размеры изображений. Ну, такой модуль довольно простой. Следующее, что у нас есть, и это нам изгляд очень здорово, это быстрое оформление заказа. Настройки быстрого оформления заказа. Если мы перейдем в корзину, попытаемся оформить заказ, то увидим, что у нас страница оформления заказа представлена на одной странице. То есть у нас здесь есть основные блоки, да, это информация клиента, способы доставки, оплаты и корзина покупок. Вот. И здесь мы в настройках быстрого оформления заказа можем выбрать, да, какие у нас поля будут отображаться, какие не будут. То есть можем что-то отключить, что-то включить. Опять же, ребята, сами посмотрите, не буду подробно сейчас на этом останавливаться. Следующее, что у нас есть, какой модуль, это модуль вкладки товара. Давайте посмотрим, как он у нас выглядит. Перейдем в любой товар. Ну, вот здесь вот у нас вот есть описание, отзывы вкладки, да, и можно добавить еще вкладки товара, судя по всему. Модуль у нас включен для всех категорий. Ну, здесь у нас, судя по всему, вкладки не заданы, поэтому я, к сожалению, не могу вам показать, как они будут у нас здесь отображаться. Ну, это в карточке товара у нас просто будет выводиться дополнительная вкладка, да, описание которой вы можете здесь настроить. То есть здесь как бы нету ничего сложного, все очень просто. Следующее, что у нас есть, это модуль подписки. Ну, здесь мы его просто включаем или выключаем. Я так полагаю, что модуль подписки, это модуль, который у нас находится вот здесь вот в футере. Возможно, где-то еще есть продублирован этот модуль. Ну, я, честно говоря, больше его нигде не видел. Только вроде бы в футере он у нас выводится. Здесь можем включить его или выключить. Следующее, что у нас есть, это модуль «Нашли дешевле». Данный модуль у нас всегда отображается в карточке товара. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот здесь вот у нас рядом с ценой есть ссылка, да, на зеленом фоне «Нашли дешевле». И здесь мы можем отправить наши контактные данные, да, где мы нашли же дешевле этот товар. Ну, а здесь в настройках модуля мы можем настроить поля, которые нужно отображать или которые не нужно отображать. И также у нас есть вкладка «Список запросов», где будут выводиться контакты клиентов, да, которые хотят приобрести товар дешевле. Идем с вами далее. Модуль обратного звонка здесь есть, настройки. Ну, собственно, вот у нас слева выводится, зеленая трубка. Здесь тоже все очень просто. Есть настройки для полей, какие выводить, какие не выводить. И список запросов, да, обратного звонка. Далее идем «Опции магазина». В этом модуле «Опции магазина» мы что можем настроить? Мы можем включить либо отключить эффект зума для нашей карточки товара. То есть вот эту вот лупу, как я понимаю. И также мы здесь можем галочками проставить, какие опции у нас должны отображаться в блоке товара. То есть, ну, судя по всему, вот эти опции, не очень я понимаю, зачем они сделали, да, возможность их включать или выключать. Ну, для меня это пока остается загадкой. Странная тема. Ладно, пойдем с вами далее. Отзывы о магазине. Значит, отзывы у нас также присутствуют на главной странице, да, вот есть у нас раздел «Последние отзывы». Если мы нажмем на отзыв, он нас кидает в карточку товара, где этот отзыв был оставлен. Ну, здесь у нас выводится, соответственно, описание, да, товар, для которого отзыв был написан, ну и рейтинг. Вот. А в настройках модуля можем проставить лимиты и порядок сортировки. Все тут довольно просто. А что у нас еще есть? Последние. Так, отзывы товара. Вот мы смотрели. Поп-ап подписка и настройки. Поп-ап подписка – это подписка у нас, которая выводится, насколько я понял, по умолчанию, когда мы заходим в магазин. И вот у нас это поп-ап окно высветилось, да, то есть здесь мы можем какое-то акционное предложение вывести со скидкой и, собственно, сделать так, чтобы человек у нас подписался, да, и оставил свои контактные данные. Вот. Вот таким вот образом работает эта поп-ап подписка. Здесь у нас есть, соответственно, вкладка с подписчиками и вкладка с настройками данного модуля. Ну, а мы с вами посмотрим далее, что у нас есть. Значит, есть у нас модуль предзаказа и отсутствие на складе. Данный товар возможно заказать по предоплате, сделайте заказ, и мы с вами свяжемся. То есть если товар у нас находится не в наличии, да, то есть у нас вот такая кнопочка предзаказа, всплывающее окно предзаказа, да, где мы, собственно, можем задать нужные нам настройки. И вот здесь вот у нас как раз-таки этот модуль и настраивается. Посмотрим, что у нас еще. Есть стикеры для товаров у нас присутствуют, это тоже замечательно. То есть здесь давайте посмотрим, где у нас стикеры вообще, в принципе, отображаются. Вот у нас здесь вот, например, стикер есть Best Seller. Вот таким вот образом выводится, да, в настройках у нас... И вот таким образом выглядят у нас настройки данного модуля. Далее мы посмотрим, есть у нас фильтр товаров. Одно из лучших преимуществ данного шаблона, на мой взгляд, это то, что сюда входит фильтр товаров по умолчанию. Этот фильтр у нас отображается в категориях товаров, да, вот мы перешли в категорию одежда. И в левой части у нас выводится фильтр товаров, который, ну, на мой взгляд, ничем не хуже того же OCI-фильтра. Да, судя по внешнему виду, то есть он также симпатично выглядит. И есть у нас огромное количество настроек здесь в этом фильтре. Настройки цены, опции, атрибутов, производителей, состояние на складе, ну и так далее. Ребята, я все настройки разбирать тут не буду. Вы уже самостоятельно, пожалуйста, посмотрите. Просто знайте, что в комплекте к этому модулю идет фильтр и с довольно гибкими настройками, что не может не радовать. Еще у нас есть модуль, который называется «Продукты из категорий». Вот это я считаю очень полезный модуль. Он позволяет нам на главной странице в виде блоков вывести, собственно, товары из нужной нам категории. Ну, например, что у нас тут есть, какие у нас модули выведены. Это женские платья, женские сумки, мужская обувь. Давайте их найдем. Вот у нас женские платья, мужская обувь, да, и еще где-то женские сумки у нас тут должны, по идее, быть. И вот ниже женские сумки. То есть вот таким вот образом у нас выводят вот этот вот блок товары из нужной нам категории. Хочу заметить, что по умолчанию в OpenCart, к сожалению, нет такого модуля, который позволял бы выводить вам товары из определенной категории. Но в данном шаблоне он есть. Настройки я вам, ну, вот таким вот образом покажу. Да, разбирать я их не буду. Посмотрим, что у нас еще есть. Продукты из категории мы разобрали. Четыре в одном для главной. Посмотрим, что это у нас за модуль. Ребят, не очень понял я, что это за блок четыре в одном. И где он выводится на демо-шаблоне. Если кто-то знает, нашел его, можете написать об этом в комментариях. Я иду дальше, не буду останавливаться. Есть у нас модуль авторекомендуемые товары. Он у нас, скорее всего, выводится в карточке товара. Я так полагаю, в самом низу. Да, вот у нас есть, пожалуйста, блок с рекомендуемыми товарами. И вот здесь вот он у нас выводится. Ну, настроек здесь такие стандартные. Это лимиты и размеры изображения. Что у нас здесь еще есть? Быстрый просмотр. Купить в один клик. Давайте я также вам настройки покажу. Вот здесь вот у нас есть настройки модуля. Быстрый просмотр. Также мы можем задать стилизацию, цвета и так далее. Данный модуль у нас выглядит следующим образом. Вот он, быстрый просмотр наш. И, я думаю, аналогичные, наверное, настройки у нас для... Купить в один клик кнопочки. Да, собственно, я оказался прав. Похожие настройки у нас в таком же стиле сделаны. Где у нас... Это у нас карточки товара, насколько я помню. Да, вот здесь вот у нас кнопка Купить в один клик. Пожалуйста, нажимаем. И как раз-таки вот эту вот форму мы с помощью данных настроек можем изменить. Ну, а мы с вами идем далее. Что у нас здесь еще есть? Это просмотренные товары. Вы смотрели. Этот блок у нас отображается вот здесь. Вот недавно просмотренный он называется, судя по всему. И давайте я вам покажу, какие у нас есть настройки у этого модуля. Ну, настроек здесь немного. То есть стандартные лимиты и ширина и высота изображения. Так, ну что, по всем я модулям пробежался, ребят, вроде бы. Просмотренные. Да, больше я здесь модулей никаких не вижу. Ну, я надеюсь, что вы получили представление о данном шаблоне. Наверное, много у меня по времени занял этот видеообзор. Ну, я надеюсь, что он для вас был полезным. Если это так, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И скидывайте это видео своим друзьям, если оно им будет интересно, на ваш взгляд. На этом все. Спасибо за внимание. Все ссылки указаны под видео в описании. Палец вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите ваши комментарии. Предлагайте темы для следующих видеоуроков. Также не забывайте делиться видео с друзьями, если оно показалось вам полезным. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok